И вот мы в столице Мексики, городе Мехико, и идем к дворцу Девы Марии Гваделупской, покровительницы мексиканцев и всех латиноамериканцев. А снимать можно камеры? Снимать камеры можно? Да, можно, конечно. Только внутри нельзя соскучить. А снаружи как угодно можно. А внутри, это и в всех музеях, и в храмах. День святой Девы Марии Гваделупской. Ее день... Давайте пройдем. Наш экскурсовод Татьяна. Высота 2500 метров над уровнем моря. В воздухе чувствуется немножко сероводород, потому что здесь рядом есть действующий вулкан. А на этом самом месте, где сейчас находится Ума, произошло все четыре явления этой святой. И все они произошли в 1431 году. В 1431 году. А через 10 лет колониально. Прошло 10 лет колониального периода. 10 лет жестокого обращения с индейцами. Как считают, святая Дева спустилась к простому индейскому народу защитить их от колониальных властей. Стать их матерью, защитницей и покровительницей. Эта святая явилась простому индейцу, фану Диего. Он был поступом. И каждый день проходил через вот там гора. Здесь у подножия горы была его хижина, в которой он проживал со своим дядюшкой престарелым. Сам он был тоже не молод уже, но он был вдовец. Жена его умерла давно. А с ним старенький-старенький дядюшка, он за ним присматривал, проживал в его хижине. А сам он был поступом. Каждый день он проходил мимо холма, направляясь в паз овец. И вот в один из дней утра, направляясь в паз бищу, вдруг в ореоле сияния лучей между небом и землей явилась ему эта святая. И обратилась эта святая к Хуану Диего, говоря ему, я на тебя, Хуан Диего, возлагаю ответственность донести до ушей католических священников мое явление. Пойди в Мехико, а тогда это была не территория города. Это было далеко за пределами города. И здесь недалеко была индейская деревня. А город находился, где сейчас исторический центр города Мехико. И святая Диего ему сказала, Хуан, отправляйся в город, ты должен добиться аудиенции архиепископа. А на тот момент архиепископом в городе Мехико был Хуан Зумаранго. Явись архиепископу и объяви, что святая Дева Мария Гвадалубская явилась с небес, чтобы стать защитницей, покровительницей простых индейцев. Пусть в честь меня построят здесь храм, а вы, простые индейцы, будете приходить и поклоняться мне. Пойдемте, будем направлять, пойдемте к Аллаху, к Стане Старой Базилики, а я по пути буду рассказывать эту легенду. Но если бы здесь был мексиканский гид, или мексиканец, который понимал бы русский язык, меня бы, наверное, убили. Потому что они очень верующие, они не называют это легендой, они рассказывают это как настоящее явление. Да, ну действительно, многие мексиканцы в это верят. А если им это вера помогать сичьми, то вот это явление. Он направляется в город, добивается аудиенция архиепископа и рассказывает им, что явилась святая дева, и что здесь построили честь нее храм. Но он говорил на языке наут, на языке индейцев. Прошло всего 10 лет, как завоевали эти земли испанцы. Местное население, как говорило на своих диалектах и языках, и на речах, так и продолжало говорить, ему никто не понял. Или не хотели понять. Подумали, что он говорит о языческой богине-матери Хуатлике, в честь которой была построена пирамида вон там на той горе, но за 10 лет колониального периода эта пирамида была уже снесена, как и многие другие испанскими конкистадорами. И отправили его ни с чем идти отсюда. Через несколько дней является опять девой, настаивает довести эту священную миссию до конца. Он снова идет в католический храм, снова просит, и добивается аудиенции архиепископа. Но ему не верят, его не слушают. И когда на третий раз ему явилась... А архиепископ был испанцем? Испанцем, да. Сюда направлялись миссионеры-священники из метрополии. И когда третий раз ему является эта дева Мария, он смолился в руку от Диего, встал на колени перед этой святой и смолился, говорит, святая дева, дай мне... Мне никто не верит, меня никто не слушает, меня уже не хотят слушать и не пускают в католический храм. Дай мне какой-то священный знак, который был бы доказательством твоего явления. И она ему говорит, хорошо, приходи завтра на вершину холма Тепиак, и ты увидишь тот святой символ, который ты отнесешь к католическим священникам. И когда приходит утро, но на утро вдруг тот дядюшка, с которым проживал Хуан Диего, начинает входить в мир иной. Ему так плохо, что Хуан Диего забыл про свою святую миссию. Он вместо того, чтобы идти на вершину холма, он бежит в соседнюю деревню за шаманом, лекарем, колдуном, которым может помочь его дядюшке. И святая вновь появляется на его пути, преграждая ему путь, говоря ему, Хуан, ты забыл про эту святую миссию? И тогда он рассказывает. Такой мексиканский сериал, понимаете? Эти сериалы еще с их легенды, да, в них истории начинаются. Да, причем многосерийный. Сериал, все эти явления, четыре явления. И каждая, если бы я еще подробнее рассказывала, мы бы здесь два часа слушали. Также и в фильмах они показывают все эти явления этой святой. Вот, ну, эта вера помогает этому народу. Поэтому ради Бога, пусть люди верят. Вот, и когда она ему приглаждает путь, он ей все это подробно рассказывает, как его идешь, в каком положении. И тогда она произносит те слова, которые поместили на здании новой базилики над входом. Ну и стой, дюаки, и сой ту мадре. Разве я не здесь? Разве я не твоя мать, чтобы тебя защитить? Тем самым говоря ему и обращаясь ко всем индейцам простым. Я и для того и спустилась с небес, чтобы беспокоиться и заботиться о вашем здоровье, благополучии, о вашем дальнейшем пребывании. То есть, ты, Хуан Диего, положись на меня. Вы только поверьте меня. Вот что она просила. Вы только поверьте меня. И ваша жизнь в моих руках, доверьтесь, будет благополучной и легче будет жизни. И он идет на вершину холма и вдруг видит, что у него на глазах распускается куст роз. Костильские розы Испании, которых тогда здесь еще не было. Еще их не привезли тогда из Испании сюда. Тем более, это последнее явление ее было 12 декабря. 12 декабря 1531 года. А тогда месяцами каравелы шли из метрополии сюда, пересекая океан. Никакой бы, как говорят, не росточек даже живым роз мне довезли бы зимой. Поэтому, конечно, это было чудо. Здесь росли архидели, здесь росли каллы, здесь росли экзотические цветы, но никак не европейские розы. А тут вдруг розы, он акулит. А он был оден, что он приехал в сарапы. Сарапы это картончик, тупончик с прорезью для голова. Сарапа это будет традиционно, традиционно мексиканское одежда. Просто холст, сотканный из нитей кактуса агавы. И он срывает эти розы в охапку этого сарапа, спускается сюда, к подножию холма, и здесь продолжает она сиять в ореоле сияния, вот как ее изображают в лучах, мы же с увидим. Вот так она и являлась в воздухе. И он на колени упал перед ней, высыпал эти розы, и она наклонилась, осветила их своим прикосновением чудотворным, и бережно сложила ему эти розы, в охапку, в сарапы, в это деяние. Он и сказал, а теперь неси, неси эти розы, ты увидишь, меня поверят архиепископ и его окружение. И когда он приходит в Мехико, приносит эти розы, он просит аудиенции архиепископа, но его уже не хотят пускать, но он всеми правдами, всеми правдами так и считали, и неправдами добивается аудиенции архиепископа. И когда он входит в то помещение, где находится архиепископ, в окружении свиты священников, он заходит и высыпал эти розы у носа архиепископа, и вдруг все священники пали на колени. Не столько даже от вида этих чудотворных роз, сколько от отпечатанного нерукотворного облика на его сарапа, это святой. Это плащаница. И эта плащаница сейчас хранится в здании новой базилики. Мы сначала посетим старую, а потом завершим нашу...